В Сочи приехали лучшие спортсмены из 13 стран. Российская команда бобслистов выставила талли экипажа. Кубок мира в этих видах в России проходит во второй раз. Первый пробный стартовал в Сочи еще в 2013 году. Трасса в Сочи считается одной из лучших в мире, но очень непредсказуемой. Малейшая техническая ошибка может помешать спортсменам добраться до финиша. Некоторые из участников уже успели ее обкатать на Олимпийских играх. «Это тяжелая трасса, много сложных поворотов. Мы очень надеемся, что сможем показать хорошие результаты и даже улучшить прошлое». Основное внимание приковано, конечно же, хозяевам трассы. Российские бобслисты и скелетонисты в этом сезоне показывают неплохие результаты. Но даже на знакомой и уже ставшей родной трассе подняться на ступени пьедестала будет непросто. На пятки будут наступать и другие фавориты Кубка – американцы, канадцы и латыши. Перед заключительным этапом Кубка мира в Сочи первый экипаж российской сборной по бобстлею Александра Касьянова занимает третье место. На этой трассе на Олимпиаде спортсмен занял четвертое место в двойках и четверках. Надеется, что в этот раз родная трасса и поддержка зрителей поможет показать лучшие результаты. «Должно, конечно, какую-то роль сыграть положительную. Но мы, правда, на Олимпиаде заключительный раз у нас здесь был заезд. Этот год мы не готовили здесь. Но опыт у нас тут есть, хватает. Поэтому будем использовать все, что знаем». О поддержке зрителей спортсмены говорят не случайно. Вход на состязание 14 и 15 февраля свободный. На тренировочных заездах члены всех команд максимально сосредоточены и сконцентрированы. На знакомство с трассой у них есть еще пятница. А уже в эти выходные начнутся соревнования, где мы вместе со всей страной будем болеть за своих спортсменов. Игорь Кырпа, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.